жаль что все вырежется потому что ну реально хорошо сказал у нас все жутки только про женский хоккей что вы ответили я забыла шоу вышло из-под контроля импровизация о боже мама мама я схожу с ума и и улыбка мама кругом голова смотрите же х.л всем привет с вами дарья миронова и программа изящный хоккей которая сегодня пройдет в необычном формате команда девушек игроков торнадо против команды и мужчин блогеров мы приготовили для участников каверзные вопросы и творческие задания но конечно все будет вертеться вокруг хоккея добрый день команды сегодня вас ждет хоккейная мозгобойня для начала я прошу вас представиться по именам и немного рассказать о себе меня зовут антон в принципе на этом можно было бы закончить но я продолжу я блогер я горжусь этим я автор самой жовиальной программы про жизни про хоккей и что важно витальной и витальный да что важно гуглите программа которая о жизни обо всем на свете о самых успешных людях но том числе конечно же обо мне а дарьи и пану девушки я прошу вас навести порядок на этой площадке я алена я играю хоккей я уже я тоже играю хоккей чем-то вы похожи между прочим команда проигравших будет выполнять какой-то челлендж а вот какой вы должны представить это друг другу девчата берут если проигрывают конечно свой телефон находят в нем в списке контактов самую крутую подругу из команды которая может остроумно ответить которая поддержит разговор вы звоните ей и говорите о том что вы завершаете карьеру так и так по семейным обстоятельствам чё как поддержишь меня тоже уйдешь из клуба или нет девушки что вы придумали не слишком есть шайба так будете выполнять трюки кишки сейчас и сейчас ваше первое задание первый раунд простой но покажет ваш креатив выбирайте цвет бумаги любой и рисуете рисуете логотип логотип вашей команды и также название у вас есть четыре минуты время пошло девочки представляйте вашу команду у нас машинка а какое кредо у вашей машины мы машины завозит ваш девиз девиз мы тачки мы тачки интересно современно молодежно и наше гениальное изобретение так наша команда называется ракушка почему хоккейные болельщики должны догадаться объясняю значит ракушка непростая видите она говорит я ракушка она представилась тоже как и мы значит вот это это не о-ло-ло-ло нет это шайба клюшка шайба клюшка то есть хоккейная передача понимаете да и значит девиз мы закрыты в нужное время как ракушечка следующий второй раунд называется эксперт сейчас узнаем давай у них так девочки давайте в каком клубе вы играете так вот это же вот это московье подмосковье все парни начинаем с вас вопрос сколько команд жхл короче нет нет я считаю что их мало я считаю что их мало их точно меньше чем кхл смотри я думаю меньше 14 меньше 14 что думает мой напарник я был прав их 8 наверное давай да сколько лет женской хоккейной лиги девчата существует 2008 то где-то я думаю прошло лет 67 чтобы образовалась давай давай слушай я бы после олимпиады было красиво если после олимпиады в сочи образовалась женская хоккейной лиги прошла олимпиада все когда как когда он так говорит скорее всего он знает потому что так аргументировать на всю страну скорее всего он знает что там 14 15 давайте 15 если они правильно сколько лет существует 2025 лет ну четко ну логика логика нет 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 вы должны видеть нашу победу какая сборная жхл выиграла на матче звезд в этом и были какие были китай и остальные не так можно возможно возможно не там другой день там же по этим по дивизионам охать восьми команд там 10 дивизионов хорошо хорошо а сколько какие у вас не рассказывать они такого слова ты не знаю а значит нет дивизион конференции так давай смотри восточная конференция будет выиграла китай где у нас играть на востоке значит китая самые сильные все девочки играют на на востоке нет на нас на западе но выиграл китай потому что китай китай выиграл в чемпионате у них же много они на майку китая же логично что у них можно вопрос повторить кто-то победил до восточная конференция восточная когда ну давай до восточной китай хорошо восточная конференция пусть смеются восток или запад восток дело тонкое что же да мне кажется мне кажется пара мальчиков все я я следующий вопрос я специально сдаю там обыграл восток запад это всем известно 10 6 4 1 они серьезно играли оборона важна от команды звезд оборона имеет значение а давай им же этот еще вопрос зададим можно не забыли что 4 в истории матчи звезд джихайл какая сборная и вопрос да кто ведет все эти восток или запад может быть никто не ведет да за 5 за 5 за 5 лет конечно никто не ведет там не факт не факт ничья до женский хоккей глазами вратаря что анна пругова так что анна пругова считает главной опасностью хоккей вот подумайте что вратарь может а вы не подсказывать вы пока думаете что там у них поломанный ногой может быть давайте подумайте вот сколько шайб вратарь не хотел бы пропустить вот такой меня правильный ответ что самое опасное в хоккее 5 шайб пропустить больше 5 шайб правильный ответ насколько вы знакомы с судейскими жестами рука вытянутая в направлении ворот указывает на гул хорошо но они знают что от баллы накидываешь просто людям и что кисть одной руки обхватывает запястье другое что это означает но представьте как вот смотри на задержку я вообще не топлю за что самое неприятное для защитника по мнению марии баталов чтобы ее выграли один-в-один а я сказала неприятный или приятный неприятно это сказал вот хватит путать ведущую короче самое приятное по мнению защитника марии баталов что самое скорее сегодня обыграть в один-в-один нет другой а для него что это неприятно что приятно для защитника приятное но у вас любой девушке приятные цветы ты пока тут говорил дарья миронова еще больше подсказывает что ответили поздравляю девчонки итак вопрос который чаще всего задают хоккеисты хоккеисты давай а что могут спрашивать да во первых не спрашивать а интересоваться интересоваться правильно мы из кавказа просто так интересуются у девушки хоккеисты хоккеисты она дают это не типичный вид спорта до девушки он слишком жесткий и согласны вообще с тем что они говорят не не жесткий хорошо нежный вид спорта хоккей вы можете свое мнение высказывать останавливать их рубить про зубы про зубы скорее всего что-то второй вариант про ракушку да видимо про амуницию что это правильно я думаю для вас кто делал а кто собирал статистику я собирала ну да жесткость жесткостью что-то связано почему выбрали такой вид спорта и сначала ты начала заниматься нет начале я начала фигурным катанием заниматься потом так сложилось что мы с папой пошли смотреть хоккей с мячом вот и после получается хоккейной игры зоркова вышли девчонки и я папе задала вопрос почему я не там нахожусь папа такой ты не будешь играть в хоккей я в смысле не буду я хочу он говорит нет ты фигуристка я говорю нет и все и где-то полгода я ходила на фигурное катание на хоккей и когда уже но не было сил не возить вообще не денег не возможно так мне сказали решай это реально круто поле давай доведи нас у меня занимался брать хоккей моя ходила на фигурное катание мне было на три года и я один раз поехала упала щекой и затрыла всю щеку и больше не хотел туда ходил и сказала что я хочу ходить на хоккей и и все и меня родители отдали в хоккей почему разорвать сразу она там то я могла голой щекой а здесь через москву ничего не будет подождаться у меня вопрос а вот родители когда выбор когда не про ракушку мы уже урегулировали когда выбор вот совершился в пользу хоккея что родители говорили мои родители были рады рады но у меня папа говорит твоя жизнь а ну типа выбирай и отнесусь ко всему хорошо следующий тур называется пассивная игра пассивная игра часто бывает без шайбы вот это будет наша шайба я извиняюсь а почему мы изначально за шведов это желтенький это не шведы один хоккеист травмировался я я так понимаю вот тут не хватает одного хоккеиста травма поэтому мы должны у команды соперников тоже убрать одного чтобы было равное количество а где вратарь у нас вышел а чем он занимается как им управлять вот джон тихо тихо мать до свидули это мой 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 ай ты умничка где центр а где центр нету центра голы скоро будут а вы долго за воротами будете сидеть конечно мы этого сильная игра до красивая хорошая куда-то тихо тихо смотри 3 0 замена вратаря пошел отсюда тут человечек не дула ладно давай я знал анава давай забивай добивай ну пожалуйста но ведь на пятачок до самой контрольной правильно алена говорили ой ойBER сделали для нее не забило germs Как красиво они разыграли. Раз, и на центр, и гол. Не забиваешь ты, забивают тебе. Все как в хоккее. Должны подвести итог. Мы подвели уже всех. Обладателем Кубка Мозгобойни ЖХЛ становятся товарищ Тодиалус. У нас такое хорошее наказание. Давайте, и мы сделаем наказание они. Гениально! Так, наглубку связь. А кому будете звонить? И я говорю. На серьезке, пожалуйста, я тебя прошу. Мы не будем это опять. Алло, привет Маш, это Алена. Привет. Слушай, я хочу тебе кое-что сказать. Чуть-чуть. Очень важно. В общем, я не знаю, поддержишь ты меня или нет. Но я бы хотела, конечно. Я вот решила, что я заканчиваю с хоккеем. Ну, по жизненной ситуации так сложилось. Вот. Ну, ты со мной вообще? В смысле, с тобой заканчивай? Ну, да. Закончить с хоккеем. Ну, вот так сложилось у меня в жизни. Ты неинтересная и скучная, но ты молодец. Молодец, это было круто, молодец. Молодец, это круто. Первый раз в таком присутствии. А теперь девочки вам показывают. То есть мне лучше, наверное, вот так раскрывать. Смотри, Витя, ты ее, смотри, смотри, в чем трюк. Ты ее подкидываешь. Я ее беру в руки, нет, и делаю вращение шайбы. Надо ноги вот так поставить, как будто я готов. Не считай. Сумасшедшая первая попытка. Вот что значит, хоккеистка тебя научила. Три попытки у меня есть, правильно я понимаю? Ну, если ты будешь как я переворачивать, то да, три попытки. Так с первой сделай и все. Хорошо. Это слишком высоко, мне кажется. Не-не-не, чемпионы сохраняют невозмутимое лицо. Ну давайте о нас, о женщинах. Смотрите изящный хоккей! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok